Друзья, всем привет! Глава МИД ФРГ Анналена Бербок угодила в скандал. Жигала из Африки, давший интервью Daily Post, выдал неудобный секрет министра на 3000 евро. «Фантастическая ночь», — заверил Кингсли, добавив, что, к сожалению, с чиновницей он видится не так часто. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок заподозрили в использовании эскорт-услуг, — сообщает издание ZEIT-Gishan. Информация появилась после публикации интервью с мужчиной Жигала по имени Кингсли, утверждающим, что в 2022 году он оказывал особые услуги высокопоставленному европейскому политику, с которым познакомился в Нигерии. По его словам, она министр из Германии, если я не ошибаюсь, и они встретились в Абудже. Кингсли вспоминает, что это произошло в декабре 2022 года, когда Бербок участвовала в международной встрече. Он отметил, что она была в красивом малиновом платье. По словам Жигала, министр регулярно обращается к его услугам. Последняя их встреча состоялась менее недели назад в Абиджане, где она делилась с ним впечатлениями о поездке в Сенегал и признавалась, что очень скучала по нему. Изучив расписание зарубежных поездок Бербок, команда ZEIT-Gishan установила, что она действительно посещала Нигерию в декабре 2022 года и Южную Африку через шесть месяцев. Фотографии, сделанные во время ее визита в Нигерию, подтверждают, что она действительно была одета в малиновое платье. «Фантастическая ночь», – заверял Жигала из Африки, выдав секрет министра на 3000 евро. Таким образом, авторы материала предполагают, что Анна-Лена Бербок может на протяжении нескольких лет поддерживать интимные отношения с Жигала в Африке. Они также подчеркивают, что министр, вероятно, не только ищет удовольствие во время своих поездок, но и может быть вовлечена в нелегальные схемы эскорт-услуг. В заключении публикации отмечается, что если Бербок действительно прибегает к подобным услугам в Африке, то желательно, чтобы она оплачивала их из собственных. Согласно немецкому законодательству, расходы на зарубежные поездки министра иностранных дел покрываются за счет налогоплательщиков. Анна-Лена Бербок, состоящая в официальном браке с 2007 года, занимает пост министра с декабря 2021 года. За время своей работы на этой должности, которая составляет два с половиной года, Бербок оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с вопросами нелегальной иммиграции. Под ее руководством сотрудники министерства начали бесконтрольно выдавать специальные документы нелегальным мигрантам, что позволяло им значительно облегчить процесс получения права на въезд в Германию. Эти действия вызвали широкий общественный резонанс и критику как со стороны оппозиции, так и среди населения. Бербок подверглась обвинениям в недостаточной ответственности и контроле за миграционными процессами, что ставит под сомнение эффективность ее работы и способность решать важные вопросы, касающиеся иммиграционной политики страны. Желание много живой Турции проявить способность устроиться на многотабулиточной позиции давно забавляет не только Россию, но и весь мир. Ее ничему не научило подстояние в бесконечной очереди в ЕС, которую переписывают, начиная с 1987 года. Теперь она пробует одновременно занять две очереди – в Брикс и в Шосс. Однако это единственное отличие от 1987 года. По большому счету ничего радикального в политике турок не произошло. Они как пытались усидеть на всех стульях сразу, в поисках самого удобного для своего выводящего устройства места, так и не оставили этих попыток. Хотелки собрать все бонусы от Запада и глобального юга пока оборачиваются, для Эрдогана только потери доверия с обеих сторон. Никаких политических и экономических преференций не получено. Мечта турок о новом неосманском будущем становится все более призрачной. Экономические проблемы нарастают, политические козыри превращаются в прах. Поэтому сегодня турки так или иначе встают перед выбором – быть или не быть в лидерах мирового преобразования. И здесь не удастся втащить свою худосочную на две табуретки разом, так как западный стул и стул глобального юга разъезжаются в разные стороны с чудовищной скоростью. Турки постарались сделать громкое заявление в Китае по поводу своего решительного выбора в пользу Брикс. Там глава турецкого МИД сказал прямым текстом – Брикс может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу. Запад окрысился на Анкару и вылил на нее все свое негодование таким опрометчивым поступком. Турки через пару недель уже подписывают бумазейку в Швейцарии, от которой все страны Брикс отмежевались и сказали свое громкое. Начинают всячески тормозить параллельный импорт в России, усложняют систему расчетов между странами. Ставят заграждение на импорт нашего зерна и так далее. Где логика Эрдоган? Так вы хотите в Брикс или нет? Метание турок уже длятся шесть лет. Впервые о своем желании присоединиться к организации турецкий лидер объявил в официальном выступлении на саммите Брикс в Яханисбурге в 2018 году. Владимир Путин тогда ответил ему, что Турцию смогут принять в 2022 году. Но ветер перемен дует в разные стороны и флюгер турецкой политики тут же изменил направление и взяли паузу на вступление в Брикс. Американцы объявили санкции против Китая. Китайцы возмущаются от отсутствия какой бы то ни было аргументации. Как это сработает? Тогда получается, что Китай еще плотнее будет сотрудничать с Россией, еще больше развернется в сторону Москвы, а американцам надо нас разъединить. В чем тогда смысл? Американская политика не является безупречной, но этот вопрос актуален все последние 30 лет. Потому что все эти 30 лет американцы говорят, что союз России и Китай – это плохо, все 30 лет давят и на Россию, и на Китай, что на самом деле поталкивает Россию и Китай друг к другу. Это один из внутренних, как говорят философы, имманентно присущих недостатков американской внешней политики, которая в целом достаточно эффективна, но какие-то вещи ей не дает делать американский гонор. Они считают, что все равно надо давить на всех. Это у них такой пунктик, что называется – собственные тараканы в их американской голове, мы самые сильные, уступать должны нам, мы уступать никому не будем. Я думаю, что они на этом спотыкаются уже сейчас, а в итоге споткнутся так, что всю морду себе и разобьют о ступеньки. Но в данном случае они рассуждают просто. Россию он давит по одному направлению, Китай – по другому. Рано или поздно кто-нибудь сломается, поплывет или что-нибудь в этом роде будет сделано. А главное – давление должно быть постоянным. Это как с санкциями, связанными с поправкой Джексона Венника. Ужас Советского Союза не было, все евреи уже уехали, кто хотел уехать, и многие вернулись, а поправка все действует. Почему? Потому что им нужен инструментарий давления. А инструментарий подозревает набор поводов, и поэтому они никогда не снимают обвинений, они могут просто перейти к другому. Они могут перестать пользоваться какими-то инструментами на время, откладывают в сторону, чтобы потом взять опять. В этом системная сила американской внешней политики. Да, с точки зрения морали и нравственности это выглядит нечестно и даже местами омерзительно, но они считают, что это можно делать и делают. Эта последовательность помогает им выполнять целый ряд задач. Не уверен, что надо действовать так же подло, как они, но так же последовательно надо действовать. Потому что иначе ваши слова повисают в воздухе. Когда мы говорим, 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 а последствий никаких, то это обесценивает слова, и им никто не верит. Давайте начнем разбираться с самого простого и очевидного факта, американцы живут в долг, те тратят больше, чем зарабатывают. В экономике есть специальный термин, которым описывается такой случай – дефицит торгового баланса. У США этот параметр недавно приблизился к рекорду за всю историю – минус 1 триллион долларов. Это означает, что американцы покупают у других стран на 1 триллион долларов в год больше, чем продают им сами. Это большая сумма, и если бы у американцев не было такой возможности, в их экономике и внешней политике произошли серьезные потрясения. Достаточно привести цифру бюджета США – 858 миллиардов долларов, и тогда становится понятно, что американцам пришлось бы закрывать свои базы за рубежом и сокращать, если бы не этот лишний триллион. Теперь давайте поговорим о том, где и как именно США берут лишний триллион в год. Все бы хотели тратить больше, чем зарабатывают, если бы за это ничего не было. Но в реальности такое возможно только в том случае, если берешь эти деньги в долг. Либо, как в случае США, есть еще одна возможность – пользуясь статусом доллара, они еще могут напечатать деньги из воздуха. И печатают они даже больше, чем занимают, там речь уже про несколько триллионов, и достаточно привести цифру напечатанных долларов за последние пару лет – почти 6 триллионов долларов.